Здравствуйте! Вы смотрите программу новости Сургу-24. Меня зовут Дмитрий Круковец. В начале выпуска коротко о главных темах. В поселке Дорожном несколько семей боятся замерзнуть. Их переселение из аварийного жилья в новую откладывается. Почему сложилась такая ситуация и как быть? То ли с пухом боролись, то ли кронация теперь по новым технологиям происходит. Как жители одного из дворов города свои 30-летние тополя спасали. И традиционный городской конкурс «Семья года» завершается. Когда и где победители будут чествовать. Вернулись в лето. Жители дома на улице Космонавтов 16 в сельском поселении Солнечное уже две недели без горячей воды. В отчаянии собственники обращались не только в УТВИФ и управляющую компанию, но и к главе поселения и даже в приемную губернатора. Почему жильцам вновь пришлось доставать тазики и кипятильники, разбиралась Валерия Кудрявцева. У нас утро начинается, как вы видите, совсем не с кофе. Начинается утро с подготовки. С того, что добираем сначала холодную воду, потом греем ее. И вот этого чайника, тазиковый период у нас никак не пройдет. Хотя уже совсем не время, чтобы отключать воду, мне кажется. Без горячей воды жители дома на улице Космонавтов 16 в Солнечном живут больше двух недель. С 10 сентября. Сразу после того, как ставят кипятиться чайники и тазики, собственники звонят в управляющую компанию и УТВИФ. Обращались даже к губернатору и главе поселения. Однако вода в крайне от этого горячее не стала. Ничего не делают, потому что мы переписывались с Комаровой. Это все ушло в песок. Они ей отвечают, что у нас вода есть, причем с 11 числа. На самом деле у нас в обоих кранах бежит холодная вода. Вода стоит сейчас и в половине подвала. Рядом со входом видны следы от колес. По рассказам жителей, периодически машина приезжает, чтобы откачать жидкость. Из-за сырости в цокольном этаже высокая влажность и в квартирах. Однако больше собственников волнует проблема с отсутствием горячего водоснабжения. Журналисты Сургу-24 направили официальный запрос в компанию УТВИФ, которая поставляет ресурс. В адрес МУП ТО УТВИФ не поступало обращений об отсутствии горячего водоснабжения. МУП ТО УТВИФ не начисляет плату за непредоставленную услугу. В связи с прорывом в сетях в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности МУП ЖКХ «Солнечный» дом перекрыт. Для предоставления услуг горячего водоснабжения необходимо устранить прорыв в зоне ответственности управляющей компании МУП ЖКХ «Солнечный». В управляющей компании рассказали, что 10 сентября горячую воду перекрыли из-за прорыва труб. Износившийся участок заменили. Однако этого оказалось недостаточно. Вода периодически подается. Но только мы подаем воду, сразу труба рвется. Дом старый, трубы все гнилые. Мы заменили уже 8 метров трубы. Но, к сожалению, это не спасло. Рвется на другом участке. На сегодняшний день мы планируем 16 метров трубы еще заменить. Но на это нужно согласование от УТВИФ. Письмо им написано. Попросили в кратчайшие сроки это все решить. Как рассказали жители дома, 25 сентября вечером горячая вода у них все же появилась. Местные надеются, что доставать тазики им не придется хотя бы до следующего лета. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов. Сургут интерновости. «Солнечный». Жители нескольких деревянных домов в поселке Дорожный оказались в одинаковой ситуации. Большая часть квартир в их постройках пустует. Свет горит лишь в 3-4 комнатах. Остальные обитатели разъехались по капитальным домам. Тем, кто остался, приходится дежурить ночами, чтобы 40-летние здания не разграбили и не сожгли. Почему переселили не всех, Татьяна Расторгуева разбиралась в теме. В редакцию телеканала Сургу-24 обратились жители поселка Дорожного. Деревянный фонд там ликвидируют, но, как считают местные, не слишком равномерно. В доме номер один жилыми числятся только три квартиры. Обитатели остальных переехали. Двухэтажку от возможных вандалов и поджигателей днями и ночами охраняют те, до кого процесс переселения еще не дошел. Во втором доме обитатели восьми квартир из двенадцати уже получили новое жилье и съехали. Собираясь, некоторые забрали с собой все имущество, включая даже пластиковые окна. От возраста рвутся внутридомовые сети. Мы как живем на пороховой бочке, получается, у нас было замыкание, промывка труб была и прорвало трубу на втором этаже, которая квартира уже опечатана, уже она сдана в администрацию. И пошло все на первый этаж. В третьем подъезде там счетчики и все залило счетчики. Люди переживают, что предстоящей зимой, если не переселят, в квартирах будет как никогда холодно. А счета за отопление с опаской, говорят, оставшиеся в деревяшке собственники недвижимости, побьют все рекорды. Я живу на первом этаже. Там вот ни в кухню, ни в ванну, в валеньках захожу. А эту зиму я вообще не знаю, как мы будем. Одно дело, когда весь дом отапливается, а другое дело, только три квартиры. Вот там тоже вот, только одни живут, все. Да, тоже. И здесь вот двое, и там тоже одна вот женщина живет. Все. Вот мы с ней две пенсионерки. Вы представляете, как мы будем вот всю зиму зимовать? Мы же там замерзнем. Для расселения оставшихся жителей в доме номер два необходимо около 13 миллионов рублей. Нюанс в том, что эта постройка, как и еще несколько в дорожном, признана аварийными после 2017 года. Именно эта точка в календаре делит две программы по улучшению жилищных условий. По адресной участвуют средства вышестоящих бюджетов, по содействию только деньги местной казны. Дело в том, что эти дома не обеспечены федеральным финансированием. Выплата возмещения тут происходит только путем за счет средств местного бюджета и приобретения квартир за счет софинансирования окружного и местной доли. Оценка у нас произведена этих собственников. Денежные средства, в принципе, понятны, какие необходимы для расселения. Вопрос только в том, что в настоящее время в бюджете города Сургута отсутствуют средства на выплату по данной программе. Неравномерность переселения в администрации Сургута объясняют тем, что уже переехавшие жители двухэтажек получили квартиры. Их выкупили еще в прошлом году. Оформили в этом. У меня в собственности квартира. Там моя, наверное, ошибка была, что я приватизировала квартиру. Такого метража не было, 57 застройщиков. А я пенсионерка, они не имеют права мне дать больше. Вот 57 я одна, и все, это моя доля. Сейчас квартир в новостройках в муниципальном фонде нет. Из-за возросшей цены на рынке недвижимости города аукционы один за другим объявляют несостоявшимися. И максимум, на что могут рассчитывать собственники, это денежная выплата. Необходимый объем средств рассчитывают, исходя из сложившихся рыночных цен на капитальное жилье. Вопросы выделения денег на расселение жильцов, в том числе трех домов в поселке Дорожном, должны рассмотреть окружные власти в октябре. Если деньги поступят в город в следующем месяце, оставшиеся собственники деревяшек получат возможность купить новые квартиры еще до наступления нового года. Татьяна Расторгуева, Дмитрий Круковец, Сергей Кондаков, Юрий Чанцев, Сургут Интерновости. Коллапс или удобное соседство? Сургутяне не знают, что их ждет после открытия среди высоток в 32 микрорайоне заведения общепита. Жители предполагают, что на земельном участке между домами номер 29-2 и 31 возводят ресторан быстрого питания сети Макдональдс. На это указывают фасад строения, оформленный в фирменном стиле компании. Пока идут строительные работы, но жители и родители учеников местной школы уже переживают. В часы пик утром, в обед и вечером квартал перенасыщен транспортом. Люди оставляют машины даже на проезжей части. Объясняю это экономией времени. Вместе с тем, горожане опасаются, что с открытием круглосуточного заведения общепита район наполнится постоянным шумом и запахами из кухни. Наша съемочная группа побывала на месте и выяснила, что мнения срогутян на этот счет неоднозначны. У нас и так заезд один, и тут и школа, и одна проезжая часть. Это нагрузка будет. Во двор не заехать. Постоянно машины. Запахи, соответственно, тоже будут. Мне вот не очень нравится, что рядом со школой. Это не очень удобно. Но с другой стороны, если не рассматривать то, что школа рядом, очень даже удобно. Двоякое мнение. Никому не помешает, по-моему. Потому что я живу здесь. У меня внучка ходит в школу. Нормально все. Сначала тяжело будет, а потом люди привыкнут. Сейчас, наверное, видите, что творится на дорогах. Ну, если как-нибудь по-другому не сделают выезды и все остальное, тут будет коллапс. Школа, Макдональдс. К другим темам. В личные кабинеты налогоплательщиков начали приходить налоговые уведомления за 2020-й. До конца сентября их получат все граждане. Не только через онлайн-платформу, но и по почте. С 1 января прошлого года введен беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот пенсионерам и предпенсионерам. Последние – это лица, которым до выхода на заслуженный отдых осталось не более пяти лет. В категорию, кому положены льготы, вошли также инвалиды первой и второй групп и семьи, воспитывающие трех и более детей. В Сургутском районе, например, их полностью освобождают от уплаты налога на один жилой объект и на один земельный участок площадью до шести соток. Инвалиды первой и второй групп также не обязаны платить транспортный налог за один автомобиль на семью до 200 лошадиных сил. Пенсионеров и предпенсионеров освободили от уплаты транспортного налога в размере 50% на одну единицу ТС. Также с 1 января 2020 года внесены следующие изменения по налоговым льготам. Одному из родителей, который имеет ребенка-инвалида, предоставляется льгота на уплату транспортного налога, освобождение в размере 100% на одну единицу транспортного средства с мощностью до 250 лошадиных сил. И следующие изменения – это физические лица, которые имеют легковые автомобили, на которых установлено газобаллонное оборудование. Освобождение предоставляется до 20% от суммы исчисленного налога, но при условии, что в паспорте транспортного средства содержится информация об установке газового оборудования. Налоговые льготы имеют почти 43 тысячи жителей Сыргутского района. Вся информация доступна на официальном сайте ФНС. В случае, если льгота вдруг не предоставлена, гражданин имеет право подать соответствующие документы в налоговый орган, в том числе и через личный кабинет на сайте ведомства. Запах битума сегодня ощущают на улице Маяковского. Специалисты компании Ювис приступили к работам по укладке верхнего слоя асфальтобетона. Он появится на участке от пересечения с 30 лет Победы до перекрестка с проспектом Мира. Монтаж выравнивающего и нижнего слоев завершили еще в середине лета. По предварительным данным, весь технологический процесс закончат до конца рабочей недели. А на Сосновой улице, не видевши ремонта 20 лет, подрядчики закончили строительство тротуара. К восстановлению дорожного покрытия приступят на днях. Автомобилисты жалуются, что по отфрезерованному покрытию ездить неудобно. Старую дорогу разобрали еще три недели назад. В офисе подрядной организации журналистам СРГУД-24 рассказали, что асфальтовый кладчик здесь появится на днях. Завершат устройство проезжей части на протяжении почти двух километров до 10 октября. Контракт включает в себя еще и монтаж освещения. Общая стоимость составляет 30 миллионов рублей. Обещали кронирование, а устроили валеж. Жители второго дома на улице 50 лет в ЛКСМ восстановили вырубку деревьев во дворе. Со слов очевидцев, в субботу около полудня двое мужчин с бензопилой начали спиливать зеленые насаждения под корень. Успели повалить три тополя, пока не вмешались возмущенные местные жители. Многие из них сами принимали участие в высадке деревьев. Эти деревья были посажены жильцами в конце 80-х. В частности, Андрей Соколов жил в 18-й квартире. Это ветеран, прошедший всю войну. И он с детворой высаживал с нами эти деревья во дворе. Это память, в частности, и о таких людях, которые жили в этом дворе. И вообще наш двор очень зеленый, очень хороший. И здесь выходит так, что в один прекрасный день можно выйти и увидеть одни пеньки. Когда я подошел к ним на вопрос, по какой причине здесь это все происходит, мне ничего внятного не ответили. Сказали, нас отправила сюда компания «Уют». Никого с руководства рядом с ними не находилось, чтобы объяснить, что происходит. Мы дозвонились до мастера. Нам было сказано, что, извините, сегодня суббота, я не работаю. И не беспокойте меня больше. Тех людей, которые производили эти работы, мы попросили остановиться. По словам жильцов, представители управляющей компании «Уют» собрали подписи, одобрив обрезку деревьев, чтобы сформировать им кроны. Но почему вместо такой компоновки тополя спилили полностью, неизвестно. Редакционный запрос журналисты телеканала «Соргу-24» направили в управляющую компанию. На связь с нами вышел инженер производственно-технического отдела Татьяна Конова. 2.07.2021 года было обращение жителей дома. 50 лет в УКЦМ «Дом-2» за подписями. 50% жителей обращались к нам, чтобы произвели спил и кронирование деревьев, обрезка. Когда спилили три дерева, увидели, что деревья гнилые, в прямом смысле внутри ствол, а это влечет сухостой и падение веток деревьев на детской площадке. И из-за этого были приняты меры. Но когда приступили к работе, выяснилось, что деревья гнилые, и мы пригласили экспертизу, приостановили работу и пригласили экспертов. Но, со слов очевидцев, вырубку деревьев приостановили сами жители дома. Также они вызвали участкового, который не обнаружил никаких документов у лесорубов, позволяющих им валить деревья. 28 сентября управляющая компания «Уют» обещает совместно с экспертной комиссией осмотреть деревья. Исходя из результатов инспекции, станет известна их дальнейшая судьба. Телеканал «Сургут-24» будет следить за продолжением истории. В Сургуте на стоянке между домами на проспекте Ленина 56 и Божова 31 в субботу днем вспыхнула иномарка. НДС «Солярис» пробовали потушить очевидцы, но открыть капот, чтобы добраться до очага возгорания, сразу не удалось. Пока к месту вызова ехала пожарная машина, сургутяне достучались до владельца, припаркованной рядом Митсубиси. Недорожник отогнали на безопасное расстояние. Прибывшим огнеборцам хватило трех минут, чтобы ликвидировать пламя. Иномарка получила серьезные повреждения. Причины возгорания установят дознаватели. В минувшую субботу в Сургуте завершились очередные этапы конкурса «Семья года-2021». В этом году за почетное звание борется 21 супружеская пара. Традиционный городской фестиваль проходит раз в два года на протяжении уже 20 лет. Участвовать в нем несколько раз подряд по правилам недопустимо. При этом дефицита среди желающих стать конкурсантами, по словам организаторов, не бывает никогда. Все-таки «Семья – это социальный институт. Нравится нам это или нет?» И ценность семьи, она тоже, она безусловна. Вот, еще раз подчеркнуть ценность семьи, объединить семью ту или иную в процессе подготовки и проведения этого мероприятия, выявить какие-то творческий потенциал семьи. Мне кажется, это очень важно, это очень нужно. Номинации 8 штук, и в каждой номинации мы видим, что да, действительно, это очень уникальные семьи. И порой на раз диву даешься, как же они успевают все. И жить, и работать, и воспитывать, и развивать детей, участвовать во многих мероприятиях. Конкурсанты презентовали зрителям и жюри семейные реликвии, альбомы, коллекции на выставке под названием «История семьи. История Сургута». И выступили на сцене с презентациями. Кто-то демонстрировал оригинальные творческие номера, кто-то видеоролики. Как, к примеру, «Семья Бухты». И они даже поработали с уникальными архивами Гостелерадиофонда. Вышел в поле самоходный комбайн Иосифа Бухты и нашего студента Андрея. Андрей настолько освоил машину, что когда случалась заминка, он сам устранял ее. Мы хотим рассказать о тех духовных качествах нашего отца, нашего деда и нашего прадеда, что эти качества не рождаются, они воспитываются. Понятно. Было сложно? Были некоторые сложности, но ради такого можно и постараться. Ну а самое интересное еще впереди. Победители объявят только 21 ноября на галоконцерте в Сургутской филармонии. Там же состоится и церемония награждения победителей. Звание «Семья года 2021» получится. Пружеская пара, набравшая наибольшее количество баллов. Их выставят на заключительном заседании жюри конкурса. Отметили по профилю в Сургуте на обновленной спортивной площадке в парке Засаймой. Для любителей физической культуры организовали своеобразный день открытых дверей. Поклонники легкой атлетики получили возможность потренироваться вместе с заслуженным мастером спорта России по кикбоксингу Марии Карловой. Многократная чемпионка мира и обладательница Кубка планеты провела для горожан разминку, после чего более 60 любителей спорта пробежали кросс. В это же время к открытию турнира готовились баскетболисты. На новой многофункциональной площадке запланировали серию выставочных матчей. Но перед стартовым свистком своими эмоциями от нового объекта поделились общественники и спортсмены. Я помню, когда здесь была сетка рабицы и площадка, закрытая асфальтом. Самое классное, что это безопасное покрытие, на котором дети могут спокойно заниматься. Начало работ по этому парку началось именно со спортивной площадки. То есть здесь мы можем видеть, что работа пошла, результат уже есть, продолжение будет, дальше мы видим заборы. Просьба всех огромная потерпеть, особенно хейтеров, которые там как-то негативно к этому относятся, дождаться результата. Парк Засаймы начинает наконец-то преображаться, в нем появляются новые интересные объекты. Я надеюсь, что и в дальнейшем он будет насыщаться все-таки большим количеством площадок, чтобы им было удобно пользоваться, потому что востребованность таких вот, тем более спортивных площадок, очень большая. Спортивную площадку в парке Засаймы обновили по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Контракт с компанией «Среда комфорта» заключили в прошлом году, сдали объект в сентябре этого. Стоимость работы оценивается в 18 миллионов рублей. Добавлю, что в крупнейшей рекреационной зоне города продолжается строительство еще одной площадки. Ее название «Ботаника». Она предназначена для детей. Открытие планируется ориентировочно в середине октября. Любители здорового образа жизни собрались в субботу и в Сургутском районе. В Солнечном прошел фестиваль национальных видов спорта. Мероприятие проводят уже в четвертый раз. В этом году в нем участвовали 10 команд из Лентора, Белого Яра, Угута, Ультьягуна, Федоровского, Тундрина, Барсова, Рускинской и Солнечного. Спасибо, что сегодня здесь, ни дома, ни на диване. Виды спорта у нас сегодня не травматичные, не опасные, но все равно. В пылу азарта. Берегите себя, берегите своих коллег по команде. Конечно, результат это важно, но главное, чтобы все прошло без травм, без происшествий. Чтобы все, кто пришел на старт, все финишировали. Как рассказали организаторы, каждый раз они стараются придумывать для фестиваля что-то новое. В этом году в программу добавили дисциплины по кибертанцам и метанию мешков с песком. Многие участники уже не в первый раз пытаются доказать, что их команда самая спортивная в Сургутском районе. Мы готовились к этому мероприятию, выступали в прошлом году и вот решили отстоять нашу честь, барсовать. Занимаюсь спортом, ну, любительски посещаю спортзал. Спортом занимаюсь всю жизнь, практически как родилась, так и пошла в спорт. Ну, очень люблю здоровый образ жизни. В таких соревнованиях уже участвую третий год, безумно нравится. В том году мы стали победителями, мы с города Лентора. В общем, все нравится, безумная атмосфера, безумные новые эмоции. Спорт, наверное, самое первое место в моей жизни. Вот, поддержать поселок, зачесть поселка, показать достойный результат. Поговорил по-дружески и сделал селфи на одной из буровых в окрестностях Нижневартовска. Нефтяники встретили медведя. Зверь появился около мусорного контейнера и в течение нескольких минут пытался открыть двери, чтобы попасть внутрь бункера. Видео появилось в группе «Привет сейчас Нижневартовск» в социальной сети ВКонтакте. Медведь не обращал особого внимания на людей. Главной его целью, похоже, был поиск пропитания. После многочисленных неудачных попыток вскрыть бак, хозяин тайги спустился на землю, осмотрел то, что не попало внутрь. А после того, как вортовчане сделали селфи с косолапым, тот скрылся в тайге. Под Пытьяхом тем временем видели диких кабанов. Подписчики инстаграма аккаунта «Мой Юганск» выложили видео, как вдоль дороги бежит выводок. Водитель посигналил, чтобы звери не метнулись под колеса, и те через минуту заскочили в лес. В комментариях подписчики оставляли в основном негативные отзывы. Одни переживали, что зверей чересчур напугали, другие заверяли, что пришли дикие животные к нам, спасаясь от пожаров в Челябинской области и Якутии. Впрочем, конкретно от этой встречи никто не пострадал. Единение с природой и отличная экология жителей Сургута сняли на видео, заплыв утки в одной из городских луж. Кадры, судя по комментариям пользователей, сделали во дворах на проспекте Ленина в проезде к окружному кардиологическому диспансеру. Водоплавы еще не смущали ни ехавшие рядом машины, ни пешеходы. Запись длится около 30 секунд. Все это время утка чуть ли не позирует перед камерой. Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к видео, а некоторые отметили, что лужа в этом проезде историческая. Весной и осенью ходить по этому участку невозможно, без риска промочить ноги или быть облитым проезжающей мимо машиной. Жители города попросили Андрея Филатова обратить внимание на дорогу. И последнее. Операторы нашего телеканала принесли приятную весть. В Сургуте объявлено лето. По крайней мере, об этом говорят данные электронного информационного табло на остановочном пункте музейный центр. Плюс 35 градусов. Там зафиксировано около половины десятого в понедельник. К обеду столбик термометра поднялся до 37 градусов выше нуля. А прохожие шутят, мол, может быть, это прогноз на ближайшие дни. В любом случае, теплее вот эта информация на улице не становится. Утром термометры в автомобилях наших сотрудников показывали минус один. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте. Увидимся на наших каналах. Пицца-фабрика. Доставка от 30 минут, несмотря ни на что. Надежный интернет и телефонная связь. Цифровое телевидение. Безопасный двор и видеонаблюдение. Умный дом. Телеплюс. Все только начинается. 20 лет с вами. Провайдер твоего города. Для суровых сибирских морозов модная и уютная детская одежда «Олдос». С магазинами «Карапуз» точно не замерзнешь. Авторадио. Крупнейшая коммерческая радиостанция. И несомненный номер один в автомобиле. Нас слушает множество людей. Ведь «Авторадио» – самая узнаваемая радиостанция страны. Радио-рекордсмен, которое любят и которое цитируют. На котором любимые программы и проекты. А еще «Авторадио» – это доказанный рост прибыли рекламодателей до 69%. Радио слушают. Авторадио любят. Русский хит. Только русские. Только хиты. Русский хит. Русский хит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok